Привет, с вами Каска. В этом видео мы попытаемся с вами максимально оптимизировать Фогвартс Легаси, понизить нагрузку на процессор, освободить немножко оперативной памяти, а также избавиться от лагов и фризов. Перед тем, как смотреть максимальную оптимизацию, я рекомендую сделать манипуляции из предыдущего ролика. Там же я показал настройки графики, твики, реестры и более легкую оптимизацию. Если ролик поможет, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши пальчики, ну а мы полетели. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте, с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. В нашем архиве находятся две папки основные, конфиг, оптимизация. А в самой оптимизации находятся разные программки. ISLC, процесс лассо, квик cpu, очистка и настройка видеокарты. Начнем мы со стима. Открываем стим, нажимаем на друзья и чат, шестеренка и отключаем анимированные аватары и анимированные рамки. Нажимаем стим, настройки, переходим на библиотека и ставим галочку на упрощенный режим. Следующая вкладка в игре. Здесь нам нужно обязательно отключить оверлей стим в игре. Нажимаем ПКМ на пуск, параметры, переходим на конфиденциальность, опускаемся слегка вниз и находим камера. Если ты не используешь веб-камеру, тогда можешь спокойно отключать. Голосовая активация, отключаем. Уведомления, отключаем. Сведения учетной записи, отключаем. Контакты, тоже отключаем. Календарь, телефонные звонки, журнал вызовов, электронная почта, задачи по желанию, обмен сообщениями, отключаем, радио отключаем и диагностика приложений. Открываем наш архив. Папка конфиг. Открываем сам конфиг. Здесь у нас находятся параметры, которые следует вписать в engine. Нажимаем поиск. Пишем апп дата с процентами, конечно же. Открываем папку локал. Ищем либо феникс, либо хогвартс легаси. Сэйвэд. Конфиг. Windows No Editor. И здесь у нас есть конфиг. Engine. Опускаемся в самый низ. Копируем с нашего конфига. Нажимаем Ctrl плюс С. Если в engine у тебя нет System Settings, тогда мы отступаем. Нажимаем Ctrl плюс В и вставляем. Если же есть, то просто можешь заменить то, что указано в System Settings. Нажимаем файл и сохранить. Только перед этим обязательно не забудь сделать бэкап. То есть нажимаешь pkm, копировать, pkm на рабочем столе и вставить. На всякий случай, если что-то пойдет не так, просто берешь и заменяешь его назад. Открываем папку оптимизация, очистка. Кто смотрел предыдущий ролик по хогвартс легаси, вы уже знаете как этим пользоваться. Если же нет, мы открываем Delete Time Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и Да. Далее возвращаемся назад. Delete Time Files. Тоже Ctrl A. Shift, Delete, Да. Отмена. Снова назад. Диск Cleanup. Диск C. Системные файлы. Диск C. Окей. Ставим везде галочки обязательно. Как ты можешь видеть, обновление винды, точнее кэш ее, занимает 2,5 гига. Бывает и больше, и 10, и 15, и так далее. Нажимаем просто ОК. Удалить файлы. И ждем теперь некоторое время. Открываем мой компьютер. На любой из дисков нажимаем ПКМ, свойства, сервис, оптимизировать. И здесь будут указаны твои диски, SSD или жесткий диск, неважно. Нам нужно сделать оптимизацию. Если у тебя жесткий диск, делаешь дефрагментацию. Если SSD, то делается оптимизация. Для чего мы это делаем, объяснять я здесь не буду. Если интересно, у меня есть отдельный ролик на эту тему. Ссылка будет в описании. Выбираем диск С, нажимаем оптимизировать. Далее D оптимизировать. И если есть диск Е, то тоже оптимизировать. Если SSD, то занимает буквально считанные секунды. Если жесткий диск, то займет чутка дольше. Далее изменить параметры. Выбираем галочку С, выполнять по расписанию. И нажимаем ОК. То есть теперь мы отключаем оптимизацию по расписанию. Где-то раз в неделю, может в две, заходим и делаем оптимизацию всех наших дисков. В нашем архиве открываем папку оптимизация, процесс лассо. Нажимаем ПКМ, открыть, да, ОК, принимаю, далее и установить. У нас сразу же запускается процесс лассо. Здесь мы можем выставить класс приоритета. То есть посмотреть какой софт именно потребляет больше ресурсов нашего процессора, нагруженность и так далее. То есть он работает как диспетчер задач, только более углубленно. Помимо всего прочего, нажимаем главное. Галочку мы ставим на использовать про баланс, если он не стоит. Далее активный профиль питания, выбираем максимальная производительность. Если ее нет, ставим битсом High Performance. Далее Smart Trim. Тут по желанию нужно тестировать. Тестируй Smart Trim в последнюю очередь, потому что могут быть проблемы. Мы включаем производительный режим. Далее нажимаем настройки, общая. Частота перепроверки процессоров. Ставим 10 секунд. Настройки, общая. И интервал обновления тоже ставим 10 секунд. Далее нам нужно запустить Hogwarts Legacy. То есть запускаем игру, нажимаешь на паузу и ее нужно свернуть. Представим что-то у нас. Hogwarts Legacy.exe. Нажимаем Pkm. CPU Priority. Текущий. И ставим высокий. Далее. Соответствие ЦП. Текущий. И убеждаемся, чтобы галочки ставили на всех наших ядрах. Так же самое ты можешь сделать тест. То есть отключить SMT. У нас отключается SMT ядра. В некоторых играх это повышает производительность. Допустим тот же самый Spider-Man и так далее. Как она работает в Hogwarts Legacy нужно тестировать только на твоей системе. Если работает плохо, то есть два варианта. Либо включаешь вручную ядра, либо же просто закрываешь процесс лосо полностью. И галочки будут везде снова стоять. Это в том случае, если мы именно указали текущий. Если мы поставим навсегда. Допустим у нас отлично работает Hogwarts Legacy без SMT. Так мы отключили. Сделали тест. Все работает хорошо. Но запускать каждый раз настраивать не очень удобно. В этом случае мы выбираем всегда и отключаем SMT. То есть теперь он навсегда отключит SMT ядра. Это же касается и CPU Priority. Если допустим у нас на высоком приоритете работает игра лучше чем на среднем, либо выше среднего. Тогда мы выбираем всегда и ставим высокий, либо выше среднего. Просто у некоторых система не может тянуть высокий приоритет. Далее. Приоритет ввода-вывода. Текущий и снова же ставим высокий. Если все хорошо, мы выбираем всегда и ставим высокий. Приоритет памяти. Текущий. Тут нужно же тоже тестировать. По дефолту стоит средний. И это в принципе нормально и хватает везде. Но чуть позже покажу, где именно можно использовать приоритет памяти. Если у тебя мало оперативки. Профиль питания приложения. Здесь выбираем максимальная производительность. Далее ставим галочку на включение производительного режима. Сортируем по классу приоритета. И если у нас, допустим, много есть приложений, которые кушают наши ресурсы ПК на высоком приоритете, либо на выше среднего, мы можем сделать следующее. Но перед этим нажимаем файл, профиль конфигурации. Здесь по дефолту у вас будет мой первый профиль. Мы нажимаем создать профиль конфигурации. Пишем, допустим, игровой. Нажимаем ок. Это делаем для того, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, ты нажимаешь файл, профиль конфигурации и выбираешь мой первый профиль. Оно будет работать, как у тебя было изначально. Мы же ставим галочку на игровой. И здесь делаем следующее. Допустим, Steam. Нажимаем Pkm, CPU Priority. Можем поставить приоритет, допустим, на ниже среднего. Ничего страшного там не будет. Соответствие ЦП. Текущий. Здесь мы выбираем соответствие ЦП. И отключаем ядра. К примеру, Steam, Discord, музыкальные какие-то плееры и так далее. Можешь поставить чисто, чтобы они работали на 4 ядрах. И нажимаем ОК. То есть теперь у нас будет Steam работать только на 4 ядрах. Остальные ядра будут у нас уже заточены под остальные приложения. Тем самым мы освобождаем ядра, которые у нас забиваются. Если у тебя мало ядер особенно. Освобождаем уже под игру. И можешь делать так с абсолютно каждым приложением. Ну, практически с каждым приложением. Да. То есть там, где SV-хост, не рекомендую их трогать. Пусть остается по дефолту. Далее, Pkm. Приоритет памяти. Текущий. И здесь уже можем поставить на низкий, либо очень низкий. И так далее. После этого, если все работает хорошо, можешь нажать Главное. И поставить галочку на Smart Trim включен. Функция тоже отличная. Она не дает полностью забиться твоей оперативной памяти. То есть, если какие-то ресурсы потребляют больше оперативной памяти, она будет ее автоматически освобождать. Здесь мы можем в настройках задать более подробно. Допустим, параметры Smart Trim. Здесь ты можешь настроить проверку каждые 15 минут. Усечь. Какой процент. И так далее. Более подробно у меня есть ролик на канале. Я там все рассказал максимально подробно. Если интересно, ссылочка будет в описании. Теперь открываем папку Quick CPU. Нажимаем Pkm. Установить. Next. Ставим галочку. Next. Next. И Install. Да. Нажимаем Finish. Да. Здесь нас интересует пару фишечек. Во-первых, System Power Plan. Выбираем максимальная производительность. Если в процесс лассо ты используешь Bitsam High Performance, то выбираешь здесь Bitsam High Performance. Ставим везде все на 100% и нажимаем Apply. Это мы делаем перед каждым входом в игру. Открываем папку ISLC. Pkm. Открыть. Да. Здесь нам нужно сделать пару телодвижений. Во-первых, Free Memory. Если, допустим, у тебя 16 гиг, пишем 8192. Если у тебя 8 гиг, пишем 4096. То есть, общее значение мы делим в 2 раза. Ставим галочку на Start, Launch, Timer Resolution. 0.50. Галочка на Enable Custom. Rate MS. Оставляем либо 1000, либо 500. Я обычно использую 500. И нажимаем Start. При следующем запуске у нас автоматически запустится ISLC. Если тебе не нужен, чтобы он запускался, автоматически тогда убираешь эти галочки. Допустим, ты собрался играть в любую из игр. Прописываешь это значение. Нажимаешь Start и заходишь в игру. Как наигрался, вышел, нажимаешь Stop. Открываем папку Настройка, Видеокарты. Здесь у нас есть 3 папки. MD Radeon. Ну, кто смотрел предыдущий ролик, вы знаете, что нужно делать. Качаем драйвера. Последние рекомендованные. Делаем минимальную установку. Открываем MD Driver Settings. И делаем настройку по картинкам. Intel тоже самое. И NVIDIA GeForce. Здесь я добавил кое-что интересное. Помимо того, что нужно скачать и обновить драйвера, запустить и настроить саму видеокарту, мы открываем NVIDIA Inspector. Да, приходится жертвовать некоторой репутацией, потому что из-за NVIDIA Inspector весь архив определяется как вирусный. То есть, будто бы в нем находится троян. Почему именно NVIDIA Inspector так определяется? Потому что он лезет в системные файлы. Но вирусов здесь никаких нет. Можете мне доверять или не доверять. На ваше усмотрение. Открываем профиль NVIDIA Inspector. Нажимаем PGM. Запуск от имени администратора. Да. Здесь у нас есть два варианта. Мы можем настроить профиль как глобальный, либо же чисто для определенной игры. Допустим, пишем Hogwarts Legacy. И здесь у нас появляется Hogwarts Legacy. Появляется алло. Да, все, появился. И можем сделать здесь уже настроечку. Я же делаю глобальные параметры. Для начала нам нужно отключить настройки Ansel. Мы ищем NVIDIA Ansel Usage. Находится в подпункте Other. Здесь мы выбираем Ansel Usage. И выбираем DisAllow. Тоже будьте внимательны, потому что тут 50 на 50. На ПК моего младшего брата работает отлично. На моем ПК уже отключение Ansel'а работает не очень отлично. У меня появляются фризы, тормоза и так далее. Поэтому мы проверяем, если работает хорошо, оставляем. Если нет, то просто выбираем назад. Вместо DisAllow просто All. Далее, настройка. Здесь подробно указано, как что нажимать. Нажимаем лупу. Ищем эти профили. И выставляем Battlefield 5, Battlefield 5 и Deathloop. В основном работает очень хорошо это именно в шутерах. Но я проверял Hogwarts Legacy. По-моему, тоже какую-то роль она все-таки играет. Небольшую, но тем не менее. Настройки можете сделать, как и у меня, в принципе. Я подключал G-Sync, Anti-Aliasing и нажимаем Apply Changes. Если нужно будет все это вернуть в исходное состояние, нажимаем просто Restore Profile to NVIDIA Defaults. То есть возвращается все по дефолту. Я же пишу сейчас Hogwarts Legacy. Здесь вам нужно идти под пункт Anti-Aliasing. Ищем Super Sampling и выбираем Replay Mode All. Далее, LotBias. Он картинку, конечно, херовит. Ну, у кого система очень слабая, но есть большое желание поиграть. Это действительно тот способ рабочий, который может помочь вам прибавить по FPS. И очень даже неплохо прибавить. Для начала мы ищем LotBias DX. Ставим, допустим, 0.5. Только значение ставим плюс, не минус. Далее, LotBias OGL. То же самое. 0.5. Заходим в игру. В этом случае вы разницу сильно не заметите. То есть картинка будет плюс-минус такая же самая. Возможно, где-то чуть больше мыльца. Но FPS на кадров 10-15 должно точно прибавиться. Если нужно будет еще больше, мы можем поставить уже 0.75. Либо 1.0. Уже будет заметно влияние LotBias на текстурки. Но и FPS прибавится. Тут все по желанию. Снова же. Если что-то не понравилось, мы нажимаем Restore Profile to Nvidia Defaults. И все возвращается в исходное состояние. Практически. Вот, сейчас вернулось. И нажимаем Apply Changes. Открываем мой компьютер. Компьютер. Свойства системы. Доп. Параметры системы. Быстродействие. Параметры. Ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие. Чтоб шрифт у нас был более-менее нормальный. Мы ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов. И нажимаем Применить. Переходим на Дополнительно. Виртуальная память. Нажимаем Изменить. Убираем галочку с. Автоматически выбирать объем файла подкачки. Выбираем диск C. Ставим галочку на Размер по выбору системы. Далее Задать. И ОК. После всех этих настроек не забудь перезагрузить свой ПК. Далее нажимаем Поиск. Пишем Службы. Опускаемся в самый низ и находим центр обновления Windows. Тип запуска ставим ПК вручную. И Запустить. Нажимаем Поиск. Пишем Центр обновления Windows. Нажимаем на Проверить наличие обновлений. Если есть доступные обновления, мы их обязательно устанавливаем. Перезагружаем нашу систему. Снова нажимаем Поиск. Пишем Службы. Тип запуска. Мы ставим Отключена и Остановить. Далее Применить и ОК. То же самое. Обновляем Windows где-то раз в месяц. Открываем Службы. Даем разрешение на автообновление. Далее Центр обновления Windows. Делаем обновление. Загружаем все это. И перезагружаем нашу систему. И после этого обязательно отключаем Центр обновления Windows. Потому что лично в моем случае я замечаю, что система начинает чуть более шустрее работать. Когда именно обновления у нас не качаются и недоступны. Возможно это паранойя, либо шиза. Но тем не менее. Если ты играешь в Hogwarts Legacy, у тебя на фоне работает дискорд. Нам нужно кое-что отключить. Это касается не только Hogwarts Legacy, но и остальных онлайн игр. Кстати, вот мой сервер дискорда. У нас уже более 4000. Если будут какие-то вопросы, желание поиграть, подключайтесь. Ссылочка будет в описании и в закрепе. Мы же нажимаем Настройки. Опускаемся в самый низ. Находим Расширенные. И здесь нам нужно отключить аппаратное ускорение. То есть галочку убираем и нажимаем ОК. Это особенно хорошо работает, если вы настройки графики включили аппаратное ускорение из предыдущего ролика. И в обзоре выбрали высокую производительность для нашей игры. В самой игре нам нужно сделать всего лишь пару настройщик. Нажимаем Настройки. То есть ПКМ. Опускаемся в самый низ. В предыдущем ролике я говорил, что размытие, глубина, аберрация и зернистость на FPS лично в моем случае никак не влияет. По-моему там 1-2 кадра. Но люди мне написали в комментариях, что у большинства, как раз таки на более слабых системах, эти 4 параметра влияют на FPS. Поэтому обязательно отключаем. Переходим на Настройки графики. Здесь я подобрал уже более, так сказать, актуальные настройки графики для большинства систем. Не буду долго на этом заострять внимание, просто покажу лишь настройки. Эффекты средние, материалы низкие, туман низко, небо низкая, растительность средняя либо низкая, постобработка средняя, тени низкая, текстуры зависимости от объема видеопамяти, в моем случае это высоко, дистанция обзора средняя, качество обитателей тоже среднее. Трассировку лучей я не буду это комментировать, простите уж меня. Ну а после всех этих настроечек залетаем в игру. И я надеюсь, что каждый из вас может насладиться более высоким FPS'ом и более плавной и стабильной игрой. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.